Паразитарная киста печени 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 И идёт сначала дочерние, потом внучатые, ну как и любая семья. И вот в данном случае семья распалась на две половинки. Одна половинка ушла в одну сторону и сама по себе жила, вторая ушла в другую сторону. Поэтому следует сказать, что, во-первых, самоорганизация, оборудование, которое в ноябрьской больнице есть, просто все слова восхищения вызывает. И второе, самое главное, что интероперационно, после того, как мы удалили одну из кист, не было полного понимания, что всё-таки мы радикально всё убрали. Мы пригласили УЗИста, снимая шляпу перед врачами УЗИ ноябрьская, он нам чётко показал, куда уходила как раз-таки вторая киста. И благодаря направлению, дальше оперативное пособие было в том, что мы убрали. После этого всегда существует опасность рецидива. То есть рецидив — это когда как раз-таки паразит может ещё раз и ещё раз возникнуть у ребёнка. И поэтому в данном случае мы используем плазму. Ну не плазму, которая висит на стене, а плазму, которая используется. Это температура 2000 градусов, прожигающая способность 2-3 миллиметра. И, соответственно, вот эта вот поверхность, в которой могут у нас находиться внучаты, вот эти вот маленькие сколиксы и хинококи. И благодаря вот этой плазме мы, соответственно, убираем всё. И это профилактирует как раз-таки местные рецидивы. То есть вот такое оперативное пособие у нас сегодня было. Игорь Николаевич, вопрос к вам. Вы тоже принимали активное участие в операции. Расскажите, какого размера киста была у мальчика и считается ли этот размер большим? У нас были большие размеры паразитарных кист. И мы встречали паразитарные кисты в объёме до 2 литров. Вот паразитарные кисты печени. Ну это в нашем регионе мы оперировали. Здесь, в принципе, размер паразитарных кисты, он такой стандартной методики. Именно для лапароскопических операций, там более 10 сантиметров, что позволяет выполнить именно лапароскопическую операцию. Сергей Викторович, я правильно понимаю, что изначально не было известно, из-за чего образовалась киста у ребёнка, и это вскрылось только в ходе операции? Вот вы задали на самом деле, как это, сакральный вопрос педиатров. То есть, ну нас, возможно, как раз таки и смотрят, и слушают, в том числе и родители, с одной стороны, с другой, и врачи педиатрического звена. И в этом плане ситуация какая? Есть эндемические районы, да, то есть у нас с вами Север, Ямало-Ненецкий автономный округ. Мы должны рассматривать любая киста, которая в печени, в лёгком ли, эта киста может быть в первую очередь паразитарной. И поэтому, если будет настороженность как со стороны родителей, так и со стороны и врачей первичного звена педиатров, тогда как раз таки детей можно лечить и консервативно, и оперативно, с гораздо меньшим периодом наблюдения. То есть на сегодняшний день, например, кисты, которые до 1-1,5 см, мы их лечим консервативно. То есть есть препараты, схемы лечения, которые позволяют нам отказаться от инвазии. Если же ранний период, то в этом случае как раз таки врачи-узисты, они не видят тех изменений, которые у более старших, то есть у взрослых. Когда видим кисту в брюшной полости, там, где угодно, в лёгких, то её всё равно нужно интерпретировать как паразитарную и отправить на консультацию к хирургу. А вот хирурги, они всё-таки уже разберутся и окончательно решат. Почему? Потому что если мы посмотрим взрослых, у взрослых есть возможность взять кровь, посмотреть исследования, там есть реакция прямой агглютинации, непрямой, там, кацони, куча их целая, и определить. У детей, поскольку ранние проявления, к сожалению, вот эти вот аллергические реакции, они не действуют. И поэтому в том-то вся и печаль, что, к сожалению, кровь в этом случае не показывает. Это опыт хирурга, это настороженность по отношению к паразитарным этим заболеваниям. Я так думаю, что это как раз таки первый путь диспансеризации и здоровья детей Севера. Скажите, в чём преимущество лапароскопического метода? Преимущество лапароскопических операций от открытых операций состоит в том, что выполняется несколько проколов на передней брюшной стенке, ставится видеоэндоскоп, который позволяет нам максимально визуализировать все отделы печени, то есть без больших калечащих доступов операционных, чтобы живот не раскрывать, чтобы не пересекать именно ребра, переходить на поясничный отдел. То есть, ну, это большие травматические операции, которые требовали очень сложной реабилитации. В России, в принципе, вот с 13-го года мы пропагандируем именно лапароскопические хинокококтомии. И в ряде регионов, где именно эндемичные регионы, где именно животноводством занимаются, хинококок оперируют, ну, стараются все лапароскопические. Уже детские хирурги отошли от больших калечащих операций, именно открытых тех, которые были в советское время, и взрослые хирурги это всё оперируют. Как быстро после операции ребёнок пойдёт на поправку? После операционного периода, ну, как правило, сейчас через 2-3 часа ребёнок встанет, и, в принципе, к вечеру он уже будет ничем отличаться от детей, которые находятся вокруг. Этим как раз-таки вот лапароскопическая многопортовая хинококтомия подкупает и даёт нам возможность, как раз-таки хирургам, получать, наверное, удовлетворение от самой операции. Поскольку здесь ситуация не совсем типичная, отшнурование идёт, да, то здесь, возможно, мы проведём в течение трёх суток ещё антибактериальную терапию. Для чего? Для того, чтобы вот те изменения, которые в том числе и в некоторых были посмертные, да, чтобы их купировать. Как часто Вы оперируете подобные случаи? Вопрос в том, что вот мы сами из Ставрополя, Северного Кавказского региона, у нас достаточно большое количество таких детей, в год бывает до 20 детей, вот с данной патологией. И вот особенность, как Вы видите, вот этой инвазии состоит в чём? В том, что она может быть и в любом возрасте, и поражать и лёгкие, и печень. Вот в прошлом году у нас было две операции, когда мы оперировали на селезёнке. То есть в двух случаях и хинококк локализовался в селезёнке. То есть, опять же, новые технологии позволили нам определить источники паразитарного проникновения и в другие органы, кроме печёнки. Заболевания хинококкозом для каких территории России характерны? Кто находится в группе риска? Да, заболевания характерны там, где есть животные, то есть там, где есть бараны, где есть олени, потому что очень часто по генетическому кариотипу олени и хинококкоз выявляются. Он существует, просто если провести генетический секвестру и отцов этого паразита, то я думаю, что там будет именно олени и хинококк. И характерно для тех людей, которые занимаются животноводством, которые живут с собаками, которые пасут животных. И если не выполнять элементарные методы профилактики, там, идти в рук, дегематизацию непосредственно животных проводить, и то возникает и хинококкоз у человека, потому что человек – это не окончательный хозяин, он является промежуточным, и мы заражаемся от собак. Это был ваш мастер-класс для ямальских коллег. Расскажите, как часто вам приходится делиться опытом с врачами из других регионов России? Мастер-классы, естественно, проводятся. Единственное, у нас была вот такая вот вещь замечательная, как ковидная пандемия, и многие вещи с 2019 года у нас с вами замерли. Поэтому здесь всё-таки, то, что касается и хинококков, это всё-таки специфические региональные проблемы. И я так думаю, что ваши хирурги, после того, как мы, соответственно, вместе проконтактировали, всё это провели, будут уже и сами оперировать этих детей. Поэтому здесь вот первый этап – это всё-таки показать нюансы работы и показать, каким образом всё это проводится. Потому что мы в своё время пробовали различные методики, и многопортовые, то есть несколько, и однопортовые хирургии. Ну поэтому, так что есть куда стремиться и куда идти. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры подогнал «Симон»